Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра имени Чайковского, народный артист Советского Союза Владимир Федосеев. Приветствую вас, Владимир Владимирович. Очень рад вас видеть. Я тоже. Я тоже рад. В Лондоне вы, ваш оркестр, открываете Перекрестный год культуры России и Великобритании. В Royal Festival Hall, где БСО в главной роли торжественной церемонии открытия, публика соберется изысканная и музыкально подкованная. Надо было не ошибиться с программой и солистом. Долго спорили? Долго. Долго. Потому что, во-первых, Англия – это страна симфонических оркестров. Это вообще родина симфонизма. Поэтому мы там часто бываем, конечно, каждые два года. Но вот программу выбрать, чтобы она была и русской, и нерусской, и английской. Но всё-таки мы после долгих трудов нашли композитора Эльгара, который написал «Энигма». А это, если переводить на русский язык, «Загадка». То есть композитор Эльгар выразил в серии, так сказать, эпизодов этого сочинения портреты своих знакомых, англичан. Это очень интересное сочинение. Но, кроме всего, мы будем играть и русскую музыку. Из современных, конечно, мы выбрали Шостаковича, поскольку Шостакович тоже был близко английским композиторам и Бриттону. Они просто дружили, дружили. Поэтому, я думаю, Шостакович именно вовремя, в соответствии с предыдущими ситуациями окончания войны, и всё это, весь мир был, так сказать, болен этой войной. И поэтому эти ощущения должны быть у всех одинаковыми. Поэтому мы будем играть и Шостаковичу, и восьмую симфонию, одну из самых замечательных симфоний, и Бриттона, и Эльгара Энигму. Также мы будем играть Бородина-Половецкие пляски. Ну и, конечно, без Шостаковича нам тоже нельзя было обойтись. Да, было бы странно, конечно. Канун года Шостаковича, конечно, Шостакович будет играть наш замечательный скрипач Вадим Репин. Концерт Шостаковича. Которого прекрасно знают с молодых актеевщиков. Прекрасный везде. Поэтому вот такая программа. Очень мы волнуемся. Придирчивая публика, безусловно. Да, конечно. А потом ведь, когда русский оркестр играет любую не свою музыку, он ведь вкладывает какие-то свои чувства сюда. И эти чувства отличны от чувств англичан. Ну вот даже я могу привести пример, когда мы играли Бетховена в Бонни, там, где он родился, в Вене. Они нас, так сказать, назвали, что, да, это был настоящий Бетховен, но с точки зрения русского оркестра он был глубже, чем играют на Западе. Вот вам и Энигма. Вот Энигма. Загадочная русская душа. Загадочная русская душа. То есть мы вносим. Вот. Так что мы понимаем свою ответственность полностью. Потом мы едем в страну почти родственную для России. Потому что наши цари были родственные. Затем ведь там тысячи лет назад, может быть, больше православия было в Англии. Наверное, все это не все знают. И не все помнят. И не все помнят. Не все дожили. Ну, конечно. Поэтому вот все это. Потом там очень долго пребывал Антоний Суржский. Это тоже он привнес. Он как бы продлил это православие, но часть уже Англии. Так что у нас с Англией давние, так сказать, и дипломатические, да и близкие родственные отношения. Вы сказали, что оркестр в обязательном порядке. Туманный Альбион посещает раз в 2-3 года. И вот такое взаимопритяжение оркестра под вашим управлением к музыке английских композиторов и наоборот. Да вообще к этой стране. На протяжении какого периода времени наблюдается? Ну, это уже в течение 10 лет. Минимум. Постоянно. И, знаете, ведь постоянно. Причем по малым городам, не только Лондон и Бирмингам. Но вот в малых городах такой большой интерес к нашим гастролям всегда. И к русской музыке, и к современной музыке. Я помню, когда очередь после исполнения Свиридова «Время вперед» мы играли в Англии. То публика после концерта заполнила наши комнаты и просила узнать, что это за композиция, современный или не современный. И просили дать адрес, чтобы написать, потому что их эта музыка очень взволновала. Ну, и в жизни самого Свиридова, когда было исполнено в Англии на стихи Маяковского поэма, это тоже имело громадный успех. То есть у нас связи вот такие художественные, давние с Англией. Поэтому мы как бы дальше держим эти вот связи, стараемся удержать, стараемся играть. И мы играем много музыки и английской в течение гастролей, мы и Уильямса играем, и Бриттона играем, и сейчас Эльгара будем играть. Так что где-то мы близки душами почему-то, я не знаю, может быть, все-таки у нас есть какие-то действительно нити родственные. Чуть-чуть заглядывая вперед, в этом сезоне Большой симфонический оркестр представит публике новые произведения английского композитора Питера Максула Дэвиса. Он автор «Девяти симфоний», он известен как композитор, пишущий для кино, сочиняет для детишек. Кстати, его Бриттон в свое время очень поддерживал. Вы тоже поддерживаете авторским концертом? Да, «Десятая симфония». «Десятая симфония», то есть это фактически мировая премьера? Фактически, да. Так что вот это мы тоже ждем с нетерпением этих событий. Это уже по осени будет, но это очень важно. В прошедшем сезоне вы гастролировали, играли несколько концертов с замечательными пианистами. Это и Питер Донахью, и Коробейников, и Нарико Агава. Это приглашенные солисты. Но ведь, согласитесь, здорово, когда в недрах оркестра просыпаются богатыри, способные выступить, сыграть соло. Не перевелись еще в БСО, а умножились таковые? Ну, во всяком случае, да. Из молодежи умножились. Даже в прошлые поездки наш солист Велончарий сыграл на тему рококо в Англии. Совсем молодой, но уже большой, перспективный человек. Виртуозный президент Чайковского, конечно, его должны были принимать на ура. На ура и принимали. Из Донахова мы встречались после уже того, когда мы встречались с ним на конкурсе Чайковского. Мы тоже играли с ним. Вот он в прежнем, так сказать, прекрасном состоянии. Была встреча очень приятная с ним. Еще один момент. Нарико Агава, я помню, когда-то очень успешно, просто здорово записала концерт нашего композитора и пианиста Александра Николаевича Черепнина. Такое своеобразное открытие этого имя для западного, да и восточного слушателя, потому что это сингапурским оркестром записывали. Ну, в общем, ей за это спасибо. Но ведь и у вас есть программа поиска и музыкальной поддержки современных композиторов. Она действует, и вообще, как может прославленный дирижер поддержать композитора? Только сыграть его произведение? Только сыграть, конечно. У нас есть пианисты из Японии, и японские сочинения тоже мы играем. Это очень интересно. Чувствовать совершенно, особенно когда русские сочинения играют западные, то это очень интересно наблюдать. Как они проникают в это? Может быть, как правило, как правило, так сказать, вот в нашем русском искусстве мы имеем такую возможность проникать в любое, так сказать, иностранное сочинение, в любой иностранный дух. Вот это уже доказано. Ну, тем же Глинкель, когда он проникал в испанскую музыку, и его испанцы народные считали, что это испанец, ну, и римский корс, и джековский. Конечно, испанское капричо, да. Так что вот у нас есть особые, я могу похвалиться. Наоборот, я не могу привести вам примеров, когда какой-то зарубежный автор проникает в русский. Может быть, к нам труднее попасть в душу, может быть, так. Ну, да, на примере кинематографистов, как только они пытаются снять что-то такое про Россию, обычно получается, как сами киношники говорят, да, малина. Малина или клюква, клюква, да. Вот такая музыкальная клюква. Вот это интересный факт, наверное. В этом году ровно 40 лет, как вы, Владимир Иванович, и ваш оркестр вместе. Просто-таки рубиновая свадьба получается. 40 лет. А есть летописец, которому известно, сколько концертов вы с родным коллективом за это время сыграли? Ну, к сожалению, летописцев нет, но много сыграли, конечно. Вообще, 40 лет, даже трудно сейчас представить, что это уже случилось в 40 лет, потому что я как-то не считал, как-то это шло, неслось, всё. Но были тяжёлые времена. Эти были времена, когда... 90-е годы? В 90-е годы, когда мы стояли около нашего дома звукозаписи, нас никто не пускал в помещение. И только соответствующие силы тот же Черномырдин протянул нам руку и определил с Министерства культуры о том, мы ведь носили имя радиооркестра. С 30-го года мы радиооркестра. Ну, а когда радио рухнуло, всё, после 90-х годов мы оказались... Так что времена были трудные. Но чем я горжусь, тем я горжусь, что я, так сказать, на моём веку, вот, 40-летнем, прошло столько молодых людей и приходили... Мой принцип был такой – искать молодых, талантливых, не уже профессионалов, готовых к игре в таком большом оркестре, а вот молодёжь. И вот этот опыт мне удавался. То есть приходил совсем, ну, человек не обученный игре в оркестре и становился, так сказать, солистом оркестре, то есть какой-то звёздочкой нашего оркестра. Потому что ведь раньше, в советское время, были педагоги, которые учились специально игре в оркестре. В оркестре ансамблевости. Ансамблевости. А сейчас учат скорее на конкурс, куда бы, чтобы педагог высветился, как хороший педагог, вот, получил там тут премию, тут премию. А раньше была вот такая система, готовили для оркестра, это был... И вот я этих людей искал, набирал, и вот они сейчас живы, так сказать, живут в нашем оркестре. У нас вообще оркестр как бы семья, вы знаете, я не могу, не боюсь это сказать, как семья, даже и рождение некоторых, многих семей случилось в оркестре. А вот эти я вас прошу о первом впечатлении. Ведь, согласитесь, что многие, очень многие дирижёры сравнивают свой первый выход за пульт перед новым оркестром, ну, примерно с тем, что чувствует укротитель львов и тигров в вольере. Абсолютно правильно. Ну, вот мне кажется, что у вас, наверное, было не так. Ну, по крайней мере, никто не рычал. Нет, было приблизительно так. Так всё-таки, да? Да, всё-таки так. Потому что, когда молодой дирижёр, незнакомый, встаёт в первый раз в оркестре, считайте, что это он враг всех, всех собравшихся. Это закон такой, закон. Пока он не проявит свои данные какие-то или с каким методом проявить. Иногда нужно ведь фальшивый метод употреблять. Допустим, вот какой-то приезжаешь за границу оркестра и знаешь, что оркестр хороший. Или оркестр неважный, допустим, не очень хороший. И тебе не нравится, что они играют. Но всё равно надо хвалить. Вот хвалить, говорят, это очень хорошо. Ну, вот немножко вот так, может быть. А если ты приходишь и командуешь, тебе сразу крест ставят на тебя и тебя уже не примут. Ну, вот тут надо очень быть дипломатичным. Ну, вот я это, так сказать, искусство получил. Я знаю, что нельзя ругать. Особенно незнакомый оркестр. Это сразу становишься между, так сказать. Вот тебя не примут. Поэтому я... Всё через любовь. Есть дирижёры такие, диктаторы. Ну, тот же Евгений Александрович Муравинский. Когда у него за неделю люди брали бюллетени и боялись, так сказать. Но он требовательный. Он гениальный был, но он диктат. Но Евгений Александрович не дирижировал практически с чужими коллективами. Он, да, практически он свой. Он имел свой тоже. Тоже 42 года, по-моему, он руководил. Ну, вот я тоже из такого, значит, из 40 лет. Я даже не могу подумать, что это 40 лет. Я думаю, что я ещё молодой. Ну, особо задумываться не даёт ваш напряжённый график. У вас очень-очень-очень насыщенная программа этого сезона. В частности, вот торжественное открытие, торжественная церемония открытия Перекрёстного года. А что касается 40 лет, да, это рубиновая свадьба. Пусть обязательно будет и золотая, и бриллиантовая. Спасибо. Спасибо вам большое. Владимир Иванович Федосеев сегодня в главной роли на телеканале «Культура». Вам низкий поклон. Начинается Перекрёстный год. Уже официально. Ждём. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова